Мы вновь обратимся к Священному Писанию, и мы будем читать из книги Евангелия от Иоанна, 21 глава, с 18 по 22 стихи включительно. Эта история произошла уже после воскресения Иисуса Христа. Чудесный улов до такой, которого, может быть, и не то, что давно не было, вообще не было в жизни учеников. Уву 153 большие рыбы, при этом не прорывается сеть. Ученики вместе со Христом имеют, возможно, очень ранний завтрак после этой ловли. И вот там Христос обращается несколько раз к Петру с известным вопросом – любишь ли ты меня? А после этих трех вопросов и трех ответов Петра Христос дает ему задание – пасти его овец. Но Христос на этом не останавливается и продолжает. Мы читаем с 18 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшь от тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему – иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал – Господи, кто предаст тебя? Его, увидев Петр, говорит Иисусу – Господи, а он что? Иисус говорит ему – если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Я думаю, вы обратили внимание на эту фразу, которую Христос повторил в этом отрывке. Он, обращаясь к Петру, рассказав ему достаточно много, спросив его, он призывает его идти за ним, то есть идти за Христом. И он говорит ему – ты иди за Мною. Эта фраза звучала уже не первый раз в жизни Петра, в жизни других учеников. Эта фраза прозвучала при другом ловле, при другой ловле рыбы, в другом случае. Когда Христос шел по берегу, первый раз еще встречаясь с учениками, Он сказал им эту фразу – следуйте за Мною, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. Это был призыв, когда Христос призывал их быть учениками. Эта же фраза прозвучала у столика одного сборщика налогов по имени Матфей. И Христос также пригласил его, позвал его следовать за ним. И Матфей также оставил свой столик и пошел за Иисусом Христом. В то время, в той культуре, так учителя набирали себе учеников. Они приглашали своих будущих учеников следовать за ним. И это означало, что на какое-то время ученики действительно оставляли все, что у них было, их обычные род занятий. Иногда даже нужно было оставить свой дом, семью, чтобы следовать за учителем. Так тогда обучали. Тогда не было таких учебных заведений, школ, как у нас с вами, с таким ежедневным или в течение года посещениями. Учителя в основном были странствующими учителями. И вместе с ними путешествовали их ученики. Ну, конечно, бывали и случаи, когда это все было в одном и том же городе, селении. И редко выходили за пределы его. Но, тем не менее, все равно выходили. И нужно было следовать за своим учителем. То есть учиться у учителя, вот как живет учитель, вот как он говорит, как он решает различные вопросы, что он делает. Такое было преподавание, такая была учеба. То есть следовать за кем-то означало учиться у него, научиться. То есть взять учение, образ жизни и поступать таким образом. И для нас с вами, людей уже 21 века, все эти истины тоже очень понятны. Сегодня эти же слова Христа уже обращены не к первым его ученикам, а к нам с вами, к ученикам Христа. Христос призывает каждого человека следовать за Ним, идти за Ним, учиться у Него и жить по этому Христовому учению. И многие из нас, сидящих в этом зале, уже ответили на этот призыв Христа следовать за Ним. И мы пошли. Мы идем за Христом. Идем, как мы выражаемся, образно, конечно же, но, тем не менее, это имеет большой смысл для нас. Мы живем, как бы жил Христос, находясь на нашем месте. Мы читаем слова Священного Писания, мы изучаем, вникаем в учение Христова, и мы стараемся жить так, как жил и так, как учил наш с вами Учитель Иисус Христос. И мы с вами понимаем, что, наверное, нет прекраснее жизни, чем жизнь, похожая на жизнь Христа. Нет лучшего учения, нет мудрее истин, чем те, которые изложены в Священном Писании, чем тому, чему учил Христос. И мы с радостью следуем за Христом. Но бывает так, дорогие друзья, что нам становится на этом жизненном пути иногда скучновато. Ну, как-то уже обыденным становится вот это ежедневное чтение Священного Писания или регулярное посещение богослужений. Ну, иногда трудновато становится участвовать в служении постоянно, с верностью. Ну, может уже пора кому-то и другому этим заняться, а мне, может быть, как-то пора отдохнуть. Дорогие братья и сестры, еще рано. Еще не закончился наш с вами христианский путь. Он еще в процессе. Мы еще идем за Христом. Конечно же, если мы продолжаем иметь это желание следовать за нашим Господом. Бывает так, что мы с вами начинаем слушать каких-то других учителей. И это очень опасно. Другой учитель поведет совсем по другой дороге. И если мы с вами понемножечку, по чуть-чуть, слушая других учителей, а их очень много в этом мире, воспринимаем, вот как-то думаем, что мы определим, где правда, где неправда, и мы будем брать вот только хорошее, только нужное, мы будем все время отделять. Но, к сожалению, очень многие люди уже попались на такую ловушку. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот это неправда, эти уклонения происходят. Не сразу, по чуть-чуть. Но происходит то, что сказал пророк Исаия. Мы все совратились на свою дорогу. Книга пророка Исаии, 53 глава. Каждый человек уходит от Бога иногда своими грехами, иногда из-за того, что слушают и следует иным учениям, не учением Христа. Когда нам становится трудно следовать за Христом, то мы как-то пытаемся избирать пути полегче. Или же выбираем изучение Христа, вот то, что нам легко исполнять, то, что нам нравится исполнять, а вот то, что несколько неудобно кажется, мы стараемся обойти. Таким образом, выбирая изучение Христа только что-то, мы уже уклоняемся от того пути, от того водительства, которое Господь желает дать нам с вами. Христос же призывает нас следовать за Ним. А следовать за Ним, как мы с вами определили, это значит вникать в учение Христа и жить так, как учил Христос. Это должно быть полноценным хождением перед Господом или следованием за Ним. Бывает трудно в жизни. Но интересно посмотреть вот слова, которые были сказаны Христом до того, как Он повторил эти слова Петру, следуя за Мною. Христос хочет, чтобы Петр сам убедился в том, что Он любит Его, и хочет услышать эти слова от Петра. Он задает Петру вопросы. Любишь ли ты Меня? И это важнейший вопрос во всех областях нашей жизни, в том числе и применимым к вопросам следования за Христом. По-настоящему следовать за Христом можно только из любви к Нему. Не из просто боязни, что вот Бог накажет, если я не буду Его слушаться. Некоторые люди, или может быть даже многие люди боятся, действительно понимают, что от этой реальности они боятся. Лучше я буду за Христом идти, лучше что-то буду делать, лучше как-то буду стараться, чем Меня Бог накажет. Вот из такой боязни следуют за Богом. Другие по каким-то еще причинам, может быть это хорошее общество, люди, с которыми можно пообщаться, но ничего же они плохого не делают, особо так не обижают, может иногда помогут. Вот из-за такой социальной выгоды есть люди, которые следуют за Христом, посещают собрание. Кто-то какие-то еще свои жизненные вопросы пытается решать в церкви. Такое тоже бывает, кому-то необходима гуманитарная помощь, бывает или что-то еще, и поэтому приходят. Но разве это настоящая причина следовать за Христом? Разве на этих причинах, как мы выражаемся, далеко уедешь? Конечно же нет. Рано или поздно эти вопросы решаются, эти причины уходят, ломаются, и человеку уже не до следования за Христом. Единственная основательная причина, единственная долгосрочная причина, это любовь к Господу. И вот здесь, братья и сестры, нам снова и снова необходима проверка. Действительно ли вот моя любовь к Богу не угасла? Действительно ли я не ослабел в своих отношениях со Христом? Действительно ли я по-настоящему продолжаю следовать за Ним? Как я уже избрал этот жизненный путь следования за Христом раньше, когда пришел к Господу, покаялся, вот какие-то годы своей жизни шел за Христом? А сейчас? Действительно ли я твердо, уверенно иду за своим Господом? Действительно ли я иду с желанием за Христом? Действительно ли я иду так, точно, как это должно быть, глядя на учение Иисуса Христа? Очень важные вопросы для нашей жизни. Еще есть одна трудность в следовании за Христом – это другие люди. Это могут быть христиане, могут быть нехристиане, которые каким-то образом нам, как мы думаем, мешают идти за Христом. С нехристианами понятно. Есть многие люди, которые иногда смеются над тем, что мы делаем, как мы живем. Им просто это в голову не вкладывается, и поэтому они смеются. Ну вот как можно так жить? Они не понимают. И для нас с вами это совершенно ясно. Но и тут нам приходится делать выбор. Либо что скажут люди, либо что скажет Христос. И мы с вами понимаем, какой выбор стоит сделать, если мы действительно желаем идти за нашим Господом, за Иисусом Христом. Бывает так, как у Петра был вопрос. Он увидел, что еще за Христом пошел другой ученик, здесь так сказано, ученик, которого любил Иисус. И мы предполагаем, что речь идет об Иоанне, что это тоже он пошел. Ну вот Петр как-то обернулся, и он с удивлением, наверное, обнаружил, что еще один ученик идет. И он прямо-таки задает Господу вопрос. «А он что? Ну вот ты меня призвал. Я тебе сказал, что я тебя люблю. Ты мне сказал, что со мной дальше будет. И ох, как нелегко будет. Какой смертью прославят Господа, что я вот умру за тебя. А его я не слышал, чтобы ты призывал. А про него, что ему придется вот так пострадать, тоже не было сказано. «Господи, а он что? А он что тут делает?» Другими словами. И вот здесь проблема на самом-то деле не в других учениках, которые следуют, или там по какому праву они это делают, как они поступают, правильно или неправильно. Христос обращает внимание на то, что лично у Петра в сердце. Он говорит, «Если я решил, что это будет так, если я так хочу, что тебе до того?» «Твоя задача?» И Христос снова подчеркивает, «Ты иди за Мною». И, дорогие братья и сестры, хотя, конечно, влияют на нас другие люди, но, тем не менее, самое важное при этом остается то наше направление, куда мы смотрим. Мы смотрим вокруг на то, что делает этот мир. Мы смотрим ли вокруг, что делают другие христиане, как они себя ведут, правильно или неправильно. Или все-таки наш с вами взгляд направлен на Христа, чтобы нам не потерять Его из виду за всеми теми делами, которые делают другие люди. Если мы хотим твердо идти за Христом, если мы хотим по-настоящему идти за Христом, не как-то вправо, влево уходить от Его пути, нам таки нужно смотреть на Него. А это значит, что мы с вами продолжаем вникать в Его Слово, в Его учение. Это значит, что мы с вами, любя нашего Господа, как бы сложно, как бы трудно, как бы не отвлекало нас с вами что-то или кто-то, еще мы продолжаем идти за Христом, мы продолжаем жить по Его учению. Итак, сегодня вместе с Петром мы с вами тоже слышим этот призыв, сказанный Христом мне, вам, каждому сердцу. Ты иди за мной. И здесь у нас с вами вопрос, хотим ли мы это делать, любим ли мы с вами Христа, пойдем ли мы за Ним, не уклоняясь никуда. Аминь. Мы будем молиться.